В этом поколении самой мощной игровой консолью должна была быть Xbox Series X с ее 12 терафлопсами. Однако что-то пошло не так. Но ладно, это я забегаю наперед. В сегодняшнем видеоролике мы поговорим о том, как Xbox Series X чувствует себя в 2023 году в сравнении с Series S и PS5. Затронем оптимизацию, поговорим про плюсы и минусы, а также поделюсь своим опытом использования и сделаем в конце выводы. Затрагивать геймпасс, операционную систему и прочее мы не будем, так как это уже тема для отдельного видео, где речь пойдет о сравнении самого Xbox с PlayStation. Итак, давайте начнем. Series X, по словам Microsoft, создавалась изначально как Pro-версия для Series S. И это действительно так, ведь разница между консолями довольно большая, и она заключается не только в разрешении. В среднем на Xbox Series X лучше текстуры, больше деталей на экране и, конечно же, выше FPS. Там, где у Series S нет режимов графики, скорее всего на Series X они присутствуют. Например, в A Plague Tale Requiem недавно был добавлен режим производительности, где, несмотря на упрощение графики, 60 FPS все же появились. А на Series S игра так и осталась при 30 кадров. Не стоит еще забывать о райтрейсинге. На Xbox Series X на порядок больше игр, которые поддерживают RT, в отличие от Series S. Например, есть Ведьмак 3 с великолепной трассировкой глобального освещения, которая в некоторых сценах меняет картинку до неузнаваемости. Или GTA V, в которой присутствует качественная трассировка теней и отражений. Увы, на Series S игры с лучами очень мало, а те, что есть, работают не всегда идеально. И таких проектов с каждым годом будет становиться все больше и больше, к сожалению. Однако владельцам Series X все же переживать не стоит. У них всегда будет преимущество над младшей версией консоли. Именно поэтому, если вы планируете покупать консоль от Xbox, и для вас очень важна графика и более высокая производительность, стоит не задумываясь брать старшую версию. Что же насчет сравнения с PS5 и почему в последнее время Series X начинает в некоторых играх показывать себя хуже, чем более слабая консоль от конкурентов? Ну, здесь нет какого-то однозначного ответа. Одна из версий гласит, что все дело в API. Мол, под DirectX игры оптимизировать слегка проблематичнее, чем на плойке. Поэтому большая часть игр сейчас работает лучше именно на PS5. Однако так было не всегда. Ранее некоторые игры, особенно в начале поколения, могли идти лучше на Series X, чем на PS5. Например, Resident Evil Village, который в режиме сорти шел на несколько кадров выше. Но сейчас мы наблюдаем абсолютно противоположную ситуацию, когда большая часть крупных проектов идет лучше именно на плойке. Хогвартс Легаси. Киберпанк 2077. Киберпанк 2077. Ведьмак 3. Глостуайр Токио. Элден Ринг и т.д. Конечно, разница не настолько большая, как это было между консолями в прошлом поколении. Однако все равно стоит иметь в виду, что Series X хоть и на бумаге кажется мощнее, но проблем с ним, к сожалению, сейчас почему-то становится больше. Теперь давайте поговорим о хорошем, а именно затронем плюс Xbox Series X, которые могут сподвигнуть к покупке этой консоли. Первая это цена. На момент записи этого видео Series X стоит в официальных магазинах 46 тысяч рублей, что на 10 тысяч дешевле версии PlayStation 5 с дисководом. Если же искать новые консоли в других местах, то на каком-нибудь Авито можно найти варианты за 40-42 тысячи рублей, что вполне приемлемо. Отнес я так плюсом потому, что в последнее время Series X продается значительно дешевле, чем PlayStation 5. И если вам не принципиально эксклюзивы Sony, и вы хотите играть исключительно в мультиплатформу, то можно спокойно взять Xbox и не париться. Второй плюс улучшенная обратная совместимость. И речь не только о том, что на Xbox есть игры с 360-го бокса и в них можно играть. Нет. Под улучшенной обратной совместимостью я имею ввиду то, что конкретно на Series X вы будете получать самые лучшие версии игр с Xbox One и других более ранних консолей, тогда как на PlayStation 5 или Series S игры будут идти в более слабом качестве. И отличный пример это Red Dead Redemption 2. Игра буквально застряла на прошлом поколении консолей, и неизвестно, когда Rockstar решат обновить игру для Current Gen. На Series S вас будет преследовать ужасное качество с оригинального Xbox One, а на PlayStation 5 вы просто утонете от мыла, так как версия для PlayStation Pro работает просто ужасно. Нативное разрешение RDR2 на консоли Sony составляет 1920 на 2160 пикселей, которое затем растягивается до 4К. Кто играл в эту игру на PlayStation 4 Pro или PlayStation 5 прекрасно понимает, что там просто ужасное качество картинки. На Series X игра же работает в нативном 4К, в таком же разрешении, в котором шла игра на Xbox One X. Это самая лучшая консольная версия RDR2, которая выглядит просто потрясающе. Есть, конечно, исключения. Например, Секера на PlayStation 5 работает в шахматном рендеринге 1800p, тогда как на Series X используется нативное разрешение. В связи с этим на PlayStation 5 более стабильная частота кадров, тогда как на Series X фреймрейт может опускаться до 50. Однако таких примеров не очень много, и в основном игры с прошлого поколения идут лучше именно на Series X. Также не стоит забывать о технологии FPS Boost, которая в некоторых играх увеличивает фреймрейт до 60, а где-то даже до 120. Например, Assassin's Creed Unity работает на Series X в 60 FPS, тогда как на PlayStation 5 игра осталась залоченной на 30 кадров. А Mad Max работает на Series X аж в 120 FPS, и на PlayStation 5 игра все так же осталась залоченной при 30 кадрах. И понятное дело, что речь тут не о мощности, а именно о возможностях Series X в плане обратной совместимости, которая значительно превосходит PlayStation 5. На плойке же приходилось ожидать патчи от разработчиков, которые в редких случаях что-то обновляли. На Series X то же самое, но благодаря FPS Boost стало чуть меньше проектов, которые застряли в 30 FPS, и как по мне это действительно небольшое, но преимущество. Что касается минусов. Один из недостатков, который мы уже обсуждали выше, связан с тем, что консоль, вокруг которой строилась рекламная кампания как самой мощной игровой приставки, оказалась не такой уж и мощной. Некоторые игры просто-напросто идут лучше на PlayStation 5. Конечно, существуют и игры, где Series X работает лучше, но моя претензия заключается в том, что тогда вообще не следовало рекламировать эту консоль как самую мощную, если на самом деле большая часть этой мощности просто не раскрывается на полную. Это то же самое, как и Series S, где нам обещали, что разница Series X будет только в разрешении, а на деле оказалось все совсем по-другому. С одной стороны, да, я понимаю, что консоль так-то на бумаге действительно на пару терафлопсов мощнее, и этого никто не скрывает. Так работает маркетинг. Но с другой стороны, для конечного потребителя, когда выходит какая-либо игра, которая на PlayStation 5 работает значительно лучше, чем на Series X, это уже вызывает вопросы. Причем таких игр уже немало, как мы выяснили ранее. Кроме этого, Microsoft загубил еще одну важную особенность. Ранее они активно добавляли в игры от Xbox One FPS бусты, которые повышали производительность. Но, к сожалению, вся эта щедрость довольно быстро закончилась, где-то спустя полгода после старта продаж. И вроде бы все, на мой взгляд, каких-то более серьезных минусов уже не наблюдается. Мое мнение о консоли, несмотря на вышеперечисленные недостатки, весьма положительное. После того, как я купил Series X, то открыл для себя множество классных игр, которые на PlayStation 5 мне были просто недоступны. И кроме различных эксклюзивов, вроде Forza Horizon, я также здесь могу играть, например, в GTA 4 или в RDR1, которых вообще нет на блоке на данный момент. А обратная совместимость – это главное преимущество Xbox'а. Отчасти из-за этого я как раз и купил себе эту консоль. Но если говорить об опыте использования самого Series X, то тут тоже никаких проблем нет. Консоль очень тихо и не греется, моментально включается и очень шустро работает. Геймпад от нее тоже сохранился в идеальном состоянии и используется до сих пор, тогда как на PS5 я уже сменил порядка 4 дуалсенсов. Из-за отвратительного дрифта стиков. Хотя сам геймпад, конечно, все равно мне больше нравится именно на PlayStation, но тут уже вкусовщина. С проблемой входа в аккаунт я также не сталкивался, потому что у меня Rostest консоль. И вам советую приобретать именно Rostest, если вы собрались покупать консоль именно на Авито, а не где-нибудь еще. Итак, какие можно подвести в целом итоги. Xbox Series X – отличная игровая консоль, которая очень доступная и дешевая, в отличие от конкурента. Она идеально подойдет для человека, которому не только нравится играть в новинки, но и в старые игры в более лучшем качестве. Однако, если вы планируете брать эту консоль, ожидая во всех играх превосходства над PS5, то здесь вы можете столкнуться с суровой реальностью и, возможно, пожалеть о покупке. Стоит учитывать, что по большей части у Series X плюс-минус паритет с PS5, и ни о каком серьезном превосходстве консоли от Microsoft и речи идти быть не может. Но если вам на это безразлично, вы просто хотите с комфортом играть в игры, то этой консоли будет более чем достаточно. На этом я, пожалуй, закончу. Если вам понравился данный видеоролик и вы хотите услышать больше моего мнения о других консолях, то обязательно поставьте лайк. А еще обязательно подпишитесь на канал, если не хотите упустить больше видосов. Всем спасибо за просмотр и пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова